Здравствуйте! Итак, мы с вами начинаем курс управления персоналом. Первое наше занятие будет посвящено базовым ключевым понятиям этой дисциплины. Это само понятие кадрового управления и понятие управления персоналом в системе современного менеджмента. Каков генезис этих понятий? Каковы между ними сходства и различия? Дело в том, что сама профессия менеджера по персоналу – это профессия молодая. Как разновидность деятельности менеджера зародилась сравнительно недавно. Подлинной революцией в кадровом деле стало появление специалистов по работе с персоналом, которые имеют подготовку в области промышленной социологии, в области психологии. И если до этого кадровая работа была либо функцией линейных руководителей различного уровня и ранга, либо функцией работников кадровых служб, которые занимались учетом, контролем и тому подобными традиционными вещами, то возникновение управленческой функции, именно менеджерской функции, связанной с обеспечением должного уровня кадрового потенциала организации, это расширило диапазон задач и повысило значение этого направления менеджмента. И именно с появлением управления персоналом, как специализированной управленческой деятельности в системе современного менеджмента, связано становление кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент постепенно интегрирует и трансформирует традиционные сложившиеся формы кадровой работы. Важным этапом этого процесса стали ассимиляция идей системного подхода, разработка различных моделей организации как системы, системы не только функционирующей, но и развивающейся, идеи развития, функция развития здесь очень важна. И на этой основе формируется новый подход в кадровом менеджменте, который обозначается как управление человеческими ресурсами. На протяжении нашего курса мы часто будем возвращаться к этой теме. Различие между применяемыми сегодня терминами кадровый менеджмент или управление персоналом и управление человеческими ресурсами, HR менеджмент. Поскольку направление это молодое, здесь нет единой сложившейся парадигмы, нет единой точки зрения на эту проблематику, на этот круг вопросов. Но я постараюсь изложить вам возможные и существующие точки зрения, для того, чтобы вы смогли оценить аргументацию, которая в этой связи выдвигается. Почему это важно для нас? Для России становление этой новой профессиональной деятельности происходит в условиях социально-экономической трансформации, социально-политических преобразований. И если наши организационные механизмы, наша институциональная среда в этой связи, в этом отношении пока не является достаточно зрелой, достаточно готовой к этим преобразованиям, Это приводит к тому, что освоение новых кадровых технологий тормозится старыми формами кадровой работы, традиционными формами унаследованной инфраструктуры. И поэтому профессия менеджера по персоналу, ее институционализация, как и многих других специализаций в области менеджмента, идет не так просто. Хотя потребность в новых кадровых технологиях достаточно хорошо осознана, поскольку без них не может нормально функционировать ни бизнес, ни государственная структура. Поэтому, исходя из этих потребностей, активно развиваются следующие направления. Это появление специализированных областей знания. Ну, в частности, то, чем мы с вами сегодня занимаемся. Это системы профессиональной коммуникации, такие как специализированные издания. Это специальные семинары, конференции. И, наконец, системы повышения квалификации или профессиональной подготовки. Поскольку в отсутствии развитых форм государственной сертификации, ключевыми факторами здесь для институционализации профессии менеджера по персоналу становятся способы социальной самоорганизации, способы моральной регуляции деятелей этой профессии. И можно утверждать, что вопрос о формах социальной самоорганизации профессионалов в этой области сегодня у нас не имеет однозначного ответа. Это область, которая находится в состоянии становления. Профессиональная область, которая находится в поисках самоидентичности. Это также связано с тем, что в настоящее время наша цивилизация переживает определенный трансформационный переходный этап, который профессионалы называют профессиональной революцией. Сейчас мы перейдем к парадигме управления персоналом в 20 веке и тем наследием профессиональных революций, которые на нее повлияли. Итак, в становлении кадрового менеджмента как профессиональной деятельности на протяжении 20 века достаточно четко выделяются периоды, связанные с выдвижением профессионально новых идей, новых доктрин, новых подходов в кадровой работе. В период между Первой и Второй мировыми войнами, апеллируя главным образом к опыту развитых стран Запада, обычно говорят о двух основных подходах в работе с персоналом. Первый – это доктрина научного управления или научной организации труда. И второй – это так называемая доктрина человеческих отношений. Первая доктрина акцентировала внимание на так называемых методах оптимизации организационных, технических и социальных компонентов производственных систем. А вторая – стремилась раскрыть значение морально-психологических и социально-организационных факторов в эффективном функционировании персонала организации. И вот с этим периодом, с периодом первой половины XX века, все достаточно ясно. Но гораздо сложнее охарактеризовать ситуацию, складывавшуюся во второй половине XX века. Появляется множество различных школ в системе кадрового менеджмента, которые, разумеется, не являются изолированными. Они обмениваются между собой, своими результатами, что далее затрудняет какую-то четкую классификацию различных подходов. Можно говорить о том, что вместо того, чтобы пытаться дать четкую какую-то классификацию, можно говорить о том, что происходят некоторые сдвиги, возникают некоторые тенденции в доминирующих концептуальных схемах управленческого мышления. Прежде всего, это тенденция гуманистической психологии. Это тенденции индивидуализма. Это максимальное вовлечение персонала в дела фирмы. Это демократизация стиля организационного поведения. Это делегирование ответственности. Инвестирование в так называемый человеческий капитал. Это также станет для нас одной из важных тем. Вот таковы, вкратце, ключевые характеристики тех изменений, которыми охарактеризовалась вторая половина XX века. И природа этих изменений в трансформации форм совместной деятельности. Происходит некоторая переработка, перерождение форм совместной деятельности. Которая также связана с профессиональными революциями и, соответственно, связана с переосмыслением миссии менеджера по персоналу. Итак, последние десятилетия XX века проходят под знаком самых различных революций. Научно-технической, демократической, информационной и так далее. Их кумулятивный эффект может быть сформулирован как профессиональная революция. Профессиональные революции связаны с формированием профессионального сообщества в глобальном масштабе. Не в национальном, а в глобальном. Вот такова последняя социальная революция. После революции, скажем, неолитической перехода от собирательства к производству, после индустриальной революции. С такой точки зрения профессиональная революция – это новая революция, имеющая глобальные последствия. И вот если мы обратимся к истории нового времени, то мы можем выделить три профессиональные революции. Первая профессиональная революция – это появление свободных профессий, которые существуют не в привычных сословных мирах, где складывались традиционные профессии. Их среда – частная собственность, индивидуальная собственность, возможность свободно продавать свой труд, свои услуги и полноправно распоряжаться произведенным продуктом. И способ организации таких индивидуумов – это профессиональные сообщества. Вот здесь состоит переход от средневековой идеологии, от средневековых технологий к идеологиям и технологиям нового времени. Сословия заменяются профессиональными сообществами. Таково историческое содержание первой профессиональной революции. Свободные профессионалы – это люди, которые сознательно выращивают свой собственный потенциал как человеческий капитал, как социальный капитал. И их задача состоит в том, чтобы увеличивать собственный капитал и способствовать приумножению капитала других людей. Вот такие индивидуалы, такие профессиональные векторы являются двигателем процесса модернизации, который стартует в новое время. И попытка каким-то образом сорганизовать для себя общественное устройство приводит к определенным социальным последствиям, к социальным революциям, которыми заполнено все новое время, к политическим преобразованиям. Вся эта эпоха, начало нового времени, эпоха просвещения, вся она связана с созданием идеологии организации сообществ, как сообществ свободных людей, которые объединяются по профессии. Люди свободно выбирают профессию, и эта профессия далее их объединяет в профессиональные сообщества, которые имеют определенный политический резонанс. Итак, это первая профессиональная революция. Ее продукты это просвещение, это первые буржуазные революции, как социальные катаклизмы, которые должны были приспособить традиционные, в данном случае средневековые цивилизации, к процессу модернизации. Вторая профессиональная революция была инициирована промышленным переворотом, зарождением серийного производства. Появляется вторая волна профессионалов. Вторая профессиональная революция это формирование массовых профессий. Происходит возвращение к традиционным пирамидальным организациям, сугубо бюрократизированным, имеющим широкое основание и узкую вершину, которые позволяют удерживать массовые профессии в рамках иерархических систем воспроизводства деятельности. И здесь ключевым социокультурным процессом становится процесс стандартизации. Для массового производства на первый план выходит именно этот фактор. Итак, если для первой профессиональной революции, для профессионалов первой волны формой социальной самоорганизации стали сообщества профессионалов, то для второй волны таковыми стали профессиональные союзы. Возникло различие между горизонтальными и вертикальными профсоюзами. Вертикальные профсоюзы организованы по принципу производственной корпорации. Члены такого вертикально организованного профсоюза это люди, которые работают в одной организации. И люди, которые объединяются наоборот в горизонтальные профсоюзы, объединяются по принципу свободной ассоциации. Поскольку они функционально занимаются одной и той же деятельностью, а не потому, что они работают в одной ассоциации. Вот такие профсоюзы, во всяком случае для западной культуры, сегодня более характерны. И в принципе это различие профессиональных союзов проводит границу между двумя типами модернизации. Социалистической и капиталистической. И с этой точки зрения свободные профессионалы, представители первой волны, мы здесь говорим достаточно условно, а у некоторой абстракции. Итак, свободные профессионалы, как свободное объединение свободных людей. Они просто встраиваются в эти мега образования в качестве специалистов. Или в качестве менеджеров, или в качестве изобретателей, или в качестве проектировщиков. И наряду с этим создается система воспроизводства, система образования, которая возникает во второй половине 19 века. Та система профессионального образования, которая направлена на подготовку, на массовую подготовку людей, востребованных профессий. Для массового производства. И здесь возникает антагонизм, который имел достаточно критические последствия. Антагонизм между представителями массовых профессий и теми людьми, которые традиционно или в соответствии с некоторыми инновациями воспринимаются как верхи. И вот здесь возникает хорошо известный конфликт, который приводит к социальным катаклизмам. Итак, здесь возникает дилемма, которую можно сформулировать следующим образом. Либо возникает социалистический вариант, когда лидеры массовых профессий приходят к власти, когда они пытаются в интересах деятелей массовых профессий, рабочих массовых профессий, переустроить социальную систему, построить какую-то социалистическую цивилизацию. Либо социальный мир выстраивается таким образом, что представители массовых профессий интегрируются в его иерархическую, жестко ориентированную структуру, где каждый знает свое место. История двух последних веков, последних в 150-200 лет, это история противостояния этих двух проектов современной цивилизации. И, наконец, третья профессиональная революция, которую мы продолжаем переживать, которая начинается с 70-х годов 20-го века, в эпоху глобальной неопределенности. Содержание этой революции может быть выражено так. Если традиционные организации – это массовые профессии, внизу, а свободные профессионалы – наверху. Пирамида, которая своим основанием обращена вниз. То третья профессиональная революция – это переворачивание пирамиды. И наверх пирамиды могут попадать люди, которые являются транс-профессионалами. Что это такое? Это люди, которые должны быть готовы свободно за счет своего мышления, за счет способов организации своей деятельности, работать в различных профессиональных средах. Для них не важно положение в той или иной структуре. Для них важна, скорее, возможность свободно входить в эти структуры и свободно при желании их покидать. Их методы, средства решения проблем, которые они используют, являются комплексными. Они не имеют стандартных схем, не имеют стандартных вариантов решения. Такова специфика транспрофессиональной работы. Поэтому ключевой процесс для третьей профессиональной революции называется процессом кастомизации от соответствующего английского термина. Это означает, что ожидаемый результат проектируется совместно с заказчиком, обязательно учитываются его граничные условия. И это означает, что транспрофессионал должен быть готов выполнять функции как предпринимателя, так и менеджера. Не только быть специалистом, пусть многосторонним, но выполнять некоторый синтез профессиональных знаний и умений, и осуществлять некоторый трансдисциплинарный синтез знаний. И вот в соответствии с этим, как для первой и второй профессиональных революций, возникали некоторые социальные формы. Таким же образом можно говорить о том, что сейчас выкристаллизовывается некоторая социальная форма, соответствующая этой третьей социальной революции. Это сеть профессионалов, сеть профессионалов, которые общаются с помощью современных средств массовой коммуникации. Например, интернет – это та техническая структура, которая позволяет реализовывать третью профессиональную революцию. Или те коммуникационные средства, благодаря которым мы сейчас с вами общаемся. Все это признаки именно третьей профессиональной революции, которую я сейчас попытался охарактеризовать. И с этой точки зрения ключевая проблема третьей профессиональной революции – это социальная профессиональная ресоциализация. Профессиональная ресоциализация. Что это означает? Это, прежде всего, потребность в разнообразных формах внутренней и внешней подготовки и переподготовки персонала. Профессионалы должны иметь профессиональный профиль нового поколения. И, с другой стороны, через профессиональные сети могут быть привлечены необходимые специалисты, которых недостаёт для решения той или иной задачи. И с такой точки зрения эти задачи менеджеры по персоналу должны решать путём формирования различных команд специалистов. Различных команд от виртуальных до трансдисциплинарных, кроссдисциплинарных и многофункциональных. Итак, миссия менеджера по персоналу в современных условиях, новая миссия менеджера по персоналу, состоит в том, чтобы находить и выращивать транспрофессионалов. Формировать из них разнопрофильные команды и обеспечивать успешное выполнение ими поставленных задач, решения сложных, комплексных проблем. Может ли подобные задачи решать менеджер по персоналу, сам не будучи транспрофессионалом? Каковы должны быть эффективные формы социальной организации такой профессиональной деятельности? Вот те вопросы, которые мы с вами попытаемся рассмотреть. И та рамка, в которой эти вопросы могут быть поставлены, состоит в следующем. Первоочередная задача менеджера по персоналу, который уяснил те задачи, о которых я сейчас вам рассказал. Задачи третьей профессиональной революции. Первоочередная форма его деятельности – это усвоение форм организации совместной деятельности, совместно творческой деятельности. Каковы здесь, еще раз обратимся к истории, какова эволюция этих форм, форм совместной деятельности в связи с остановлением кадровым менеджментом? Здесь можно выделить три формы. Совместно последовательная деятельность, совместно взаимодействующая и совместно индивидуальная. Мы к этому еще вернемся. Но говоря об истории развития этих форм деятельности, надо отметить следующее. Вот такая организационно-культурная эволюция идет по следующим этапам, по следующим параметрам. Технократический подход, технократия, подход крайне влиятельный до сих пор, но хронологическим в истории нового времени он, вероятно, самый древний. Технократический подход наличествует в практике организациям производственных, трудовых процессов. Он появляется в связи с необходимостью в повышении эффективности производства. Потребность в повышении эффективности возрастает в связи с выпуском серийной продукции. Когда возникает массовое производство, тогда возникает эта задача. Повышение эффективности возникает идеология технократии. Техника призвана играть решающую роль. Она признается наиболее важной. Все остальное, в том числе человеческие факторы, должны обслуживать технику. Работник в таких системах трактуется как винтик. Проблема оптимизации функционирования таких технологий решается посредством оптимизации социально-производственных связей. Посредством оптимизации трудовых процессов за счет использования более эффективных механизмов контроля. Старшее поколение еще помнит это по социалистическому производству. Технократия в полной мере характерна для такого способа организации. И рационализация, которая здесь применяется, основана на том, чтобы повысить уровень эксплуатации всех составных элементов. Хоть конвейера, хоть работников на этом конвейере. Хоть механизмов, хоть человеческого материала. Повысить эффективность эксплуатации. И вот на смену этому технократическому подходу приходит доктрина человеческих отношений. Понятно, что технократический подход имеет негативные следствия. Негативные социальные результаты. Хотя достигается какой-то рост эффективности, но это достигается за счет эксплуатации человеческого материала. И вот альтернативой здесь становится гуманизация трудовых отношений. Это вовлечение работников в обсуждение вопросов, которые касаются их производственной деятельности. Это использование позитивных эффектов групповой самоорганизации. Таковы важнейшие принципы доктрины человеческих отношений. И реализация этой доктрины впервые придает наемному работнику статус партнера. Пусть неравноправного, но партнера во взаимоотношениях с менеджером. Не только с хозяином предприятия, но и с непосредственным начальником, который регулирует его производственную деятельность. В регулировании важнейших трудовых и социальных вопросов. Гарантией такого стиля взаимоотношений становится коллективистская солидарность, которая находит свое выражение в профсоюзной идеологии, но не только. Это коллективистская солидарность трудящихся, которая имеет место на уровне и индивидуальных взаимоотношений, и социальных. И эта многоуровневая иерархия приводит к следующему направлению в эволюции форм совместной деятельности. Это контрактация индивидуальной ответственности. Идеология профессионализма является коллективистской по самой своей природе, если речь идет о массовых профессиях. И вот эта коллективистская идеология на определенном этапе во второй половине XX века становится тормозом на пути научно-технического прогресса. Коллективистская идеология профессионализма затрудняет дальнейшее внедрение технических нововведений. Поэтому возникает стимулирование индивидуального профессионального развития. И вот это становится очень важным направлением в работе с персоналом. Включаются механизмы личной заинтересованности. Включаются механизмы персональной ответственности. Вот такова специфика нового подхода в кадровом менеджменте, который получает широкое распространение в развитых странах в 60-е и 70-е годы XX века, начиная с этого периода. И применение этого подхода нацелено в конечном счете на то, чтобы повысить предпринимательскую активность всех работников. Сделать предприятие более конкурентоспособным. И следующий, по сравнению с этим период, это командный менеджмент. Это создание оптимальной структуры для решения неординарных проблем, нештатных ситуаций. Здесь на первый план выходит не только профессиональное, но и социальное, и культурное творчество самих работников. Их непосредственное участие в самоорганизации, в самоуправлении. Таким образом, мы можем говорить о том, что эволюция форм совместной деятельности – это возрастание степени индивидуализма. Мы можем говорить, таким образом, о четырех основных парадигмах в кадровом менеджменте XX веке. Это доктрина научной организации труда или технократии. Доктрина человеческих отношений. Доктрина контрактации индивидуальной ответственности. И доктрина командного менеджмента. Причем командный менеджмент представляет собой некоторый синтез, достаточно органичный синтез тех трансформаций, которые претерпевали предыдущие формы, предыдущие этапы этой эволюции. И с этой точки зрения важно наличие всех предыдущих этапов в той или иной организационной культуре. Будь это культура корпоративная данного конкретного предприятия, или, шире говоря, национальная организационная культура, или отраслевая культура в некоторой области производства. Если обратиться к отечественной практике, можно с большой долей вероятности констатировать следующее. Если говорить о совместно творческой деятельности, можно утверждать, что и отечественная практика сумела накопить определенный опыт выращивания форм совместно творческой деятельности. Мы можем сформулировать некоторые принципы организации деятельности такого рода, в которой присутствуют принципы индивидуализма, то есть личностного подхода, признания ценности каждого работника как индивидуальной личности. И это принципы следующие. Во-первых, принцип индивидуального творчества. Это постоянное развитие способностей каждого индивидуума. Через обучение действиям. Через включенность в систему непрерывного образования. Повышение квалификации. Самообразование. И так далее. Второе. Это принцип социального творчества. Это разработка и некоторая институционализация тех социальных структур, которые необходимы для решения стоящих перед личностью или коллективом социальных задач. Это поиск социальных решений, создание социальных механизмов. Третий принцип – это принцип культурного творчества. Это ориентация в совместной деятельности на высшие культурные достижения, на инновационные процессы, на изобретательство. Четвертый принцип – принцип морального творчества. Готовность человека служить моральным образцом другим и самому себе. И вот, исходя из этих принципов, можно сформулировать более широкие понятия организационной культуры. Каковы эти понятия? Мы переходим к суммированию той исторической картины, о которой я рассказывал. Первая в этой связи культура – это бюрократическая организационная культура. Если доминирует такая культура, то менеджер по персоналу своей деятельности склонен руководствоваться следующими стереотипами. Первый стереотип состоит в том, что работники, прирожденные лентяи, пассивные, нуждаются в манипулировании и контроле со стороны организации. И поэтому менеджер, который несет ответственность за функционирование персонала организации, должен уделять особое внимание стимулированию работы подчиненных. Второй стереотип состоит в том, что для работников побудительным мотивом в первую очередь является экономический интерес. Поэтому следует делать все для того, чтобы обеспечить им максимальный доход. Третий стереотип состоит в том, что организационная структура должна быть спроектирована таким образом, чтобы контролировать желания работников и в максимальной степени нейтрализовать возможные последствия их непредсказуемых действий. Четвертый стереотип бюрократической культуры состоит в том, что, поскольку работники по своей натуре склонны противодействовать целям предписываемой организации, в основном не способны на жесткие самоконтроли и самодисциплину, необходим надежный внешний контроль над их деятельностью, чтобы обеспечить достижения поставленных руководством целей. И, наконец, пятый стереотип бюрократической культуры состоит в том, что на руководящую работу могут выдвигаться лишь те немногие работники, которые способны к самоконтролю и имеют высокую мотивацию, целеустремленность, которые обладают значительным честолюбием. Следующий тип организационной культуры – это органическая организационная культура. Следующий этап – эволюция. Здесь существуют следующие стереотипы. Работники, как правило, ориентированы на собственные социальные нужды. Они озабочены в основном своими социальными нуждами и обретают чувство самоидентичности только во взаимоотношениях с другими людьми. Второй стереотип органической культуры состоит в том, что рационализация производства и узкая специализация приводят к тому, что смысл своей производственной деятельности работники видят не в самой работе, а в социальных отношениях, которые складываются в процессе труда. Третий стереотип состоит в том, что работники в большей степени склонны реагировать на воздействие своих товарищей, чем на инициативы начальства. Четвертый стереотип состоит в том, что высокий уровень сплоченности делает групповое мнение основным источником морального авторитета для членов трудового коллектива. Пятый стереотип состоит в том, что работники готовы положительно реагировать на инициативу начальства, когда оно учитывает социальные потребности своих подчиненных и в первую очередь потребность в общественном признании. И, наконец, третий этап эволюции – это предпринимательская организационная культура. Для нее характерны следующие стереотипы. Первый состоит в том, что работники интересуются только своими личными целями. С точки зрения предпринимательской культуры, менеджер по персоналу считает, что работники равнодушны к специфическим задачам организации. Помимо такой цели, как достижение максимальной прибыли. Поэтому с ними лучше не обсуждать эти задачи, чтобы не вызвать лишнего сопротивления при их реализации. Второй стереотип состоит в следующем. Лучший способ заставить организацию работать – это нанять настойчивых, агрессивно настроенных людей и постараться сохранить контроль над ними в условиях постоянно меняющейся внешней среды. И не исключено, что в этой агрессивной среде детальная проработка задач организации окажется бессмысленным делом, поскольку решающим фактором является инициатива самих работников. Третий стереотип состоит в следующем. Наиболее эффективный способ мотивации работников – это вызов, который открывает хорошую возможность для их самореализации. При этом вызов должен быть каким-то образом соразмерен потенциалу работников. А менеджеру следует предусмотреть в случае успеха достойное вознаграждение. Властные полномочия редко кому-то делегируются из-за опасений возможной ошибки. Работники свободны в своих действиях, пока делают правильные вещи. Ответственность не предписывается работникам, но она принимается на себя теми, кто готов при любых обстоятельствах выполнить свои обязательства, несмотря на сопряженный с этим риск. Именно эти качества особенно высоко ценятся в подчиненных, что создает в коллективе атмосферу повышенной тревожности, побуждает работников трудиться с полной самоотдачей. И для таких одержимых работ и предприимчивых людей не имеют особого значения должности и звания, что дает менеджеру определенную свободу маневра при ограниченных финансовых ресурсах. То есть менеджер по персоналу может особенно не мучиться над вопросом, чей вклад в общий результат был наибольшим. Вот таковы три исторических этапа организационной культуры, на основе которых мы можем охарактеризовать современное состояние и возможно некоторую перспективу, как следующий этап организационной культуры. При такой процитепативной организационной культуре менеджер по персоналу в своей деятельности исходит из новой парадигмы. Ее основными положениями будут следующие. Работники, большинство работников, возможно подавляющее большинство работников, готовы к тому, чтобы работать для достижения корпоративной цели. Для достижения той цели, которая находится за пределами их личных интересов. Вот это фундаментальный здесь стереотип. Каждый индивидуум является уникальным, и поэтому каждый требует индивидуального подхода. Таким образом формулируется философия кадрового менеджмента, которая ориентирована на индивидуум, на конкретную личность. Такова та тенденция, о которой мы сейчас можем говорить, сегодня можем говорить с достаточной степенью уверенности. Констатирую ее как реально существующую. На этом мы прервем первую часть лекции и встретимся на ее продолжении. До свидания.